Здравствуйте, дорогие товарищи! Перед вами, пожалуй, самое важное видео по здоровью, так как правильное пищеварение – основа здоровья. И надо знать, почему у вас не всё так, как должно быть. Отчего возникают газы, вздутия, тяжести, боли в животе, диарея, запоры, сжога. И тогда уже будет точно ясно, что делать, как это исправить и как не допустить вновь. Слушайте это видео от начала и до конца, иначе нет смысла даже начинать смотреть. А также знайте, что под видео я оставлю вам очень важные ссылки. Итак, начинаю. Пищеварение начинается в ротовой полости. Там слюными железами вырабатывается фермент патиолин, он же слюная мелаза. Она начинает расщеплять углеводы уже там. Кстати, в том числе, это ответ, почему так важно – долго жевать пищу. Далее пища через пищевод попадает в желудок. Там вырабатывается фермент пепсин, ну и немного липаза. Пепсин расщепляет белки, а активируется он соляной кислотой желудка. Когда уровень кислоты низкий, ну, PH, например, 2,5-3, а не 1-2, как должно быть, то и фермента пепсина вырабатывается меньше нормы. И тогда переваривание белков, а главное – дезинфицирующая функция желудка снижается. И инфекции, паразиты, грибки и другие вредные народные существа белковой природы не разрушаются уже в желудке, как должно быть, а поступают дальше в кишечник и далее через кровь в любые части организма. То есть организм становится незащищенным от попадания в него инфекций. Уже тогда и только от этого начинаются разные проблемы – от несварения желудка до газообразований. Соляная кислота желудка нужна для активации желчи печенью. Недостаток желчи приводит к многим проблемам, в том числе к недостаточному извлечению из пищи жирорастворимых нутриентов, в том числе жирных кислот и жирорастворимых витаминов, таких как А, Е, Д, К. Что до белка, то при дефиците кислотности желудка, пройдя в следующий отдел с ЖКТ, первый отдел тонкого кишечника, 12-перстную кишку, непереваренные белки в какой-то степени разбираются на аминокислоты другим ферментом, уже ферментом поджелудочной железы – трепсином. Но тогда его надо очень много, а это тоже проблема. Трепсин с другими ферментами поджелудочной железы и желчью, которую вырабатывает печень, поступают по общему желчному протоку в 12-перстную кишку. Трепсин, в отличие от пепсина, не способен полностью разобрать сложные высокомолекулярные белки, тем более в больших количествах, так как это задача желудка. И тогда поджелудочная железа вынуждена производить очень много трепсина, на что тратят огромные ресурсы своей жизни и, по сути, потенциал, то есть запасы жизненных сил, которые не вечны. Более того, если желудок не способен разобрать сложные белки до полипептидных цепочек, более простых белков, почти до аминокислот, по причинам недостатка соляной кислоты и фермента пепсина, а человек любит мясо, постоянно тренируется им, то из-за неразобранных аминокислот белков, тем более при совмещении с углеводистой пищей, с сахарами, крахмалами, возникают дисбактериозные состояния, газы, вздутие, урчание в кишечнике, иногда запоры. А самое плохое, что цельные белки попадают из тонкого кишечника с иными питательными веществами в кровь, и тогда возникает реакция антиген-антитела, как иммунная защитная реакция на попадание в организм чужеродных, то есть образовавшихся не в нашем организме белков, с иной, чужой программой, структурой и свойствами. Это проходит на третьем курсе медвузов, по крайней мере, должны проходить. Тогда иммунная система создает, направляет бесчисленное количество лейкоцитов, всяких макрофагов, на уничтожение этих чужеродных белков, то есть инородных агентов. Реакция эта идет на определение белковой структуры, свой-чужой, и точно такая же, как на попадание в кровь вирусов, грибков и бактерий. А иммунные клетки – это тоже белки. Макрофаг пожирает эту белковую молекулу, и они оба погибают. В результате белки разлагаются в организме, образуются гнойные токсины и трупные яды, причем в самом прямом смысле этого слова, в переводе с латыни – кадавер – это труп, так вот кадаверина – это трупные яды, и гнойные токсины – путресцины. Частично они удаляются из организма нашими выделительными системами. Там тоже задействованы разные ферменты, а они тоже белки. Какой идет на каждом этапе перерасход, перегрузка? Но не все метаболиты сразу и просто выводятся из организма. Да и запас прочности не вечен. А эти яды отравляют, разрушают организм и вызывают мутации клеток. Из-за этого мутагенного воздействия на клетки возникает одна из семи причин практически любого вида рака. Разумеется, страдает печень, почки и другие органы и системы. Так еще могут возникнуть разные аутоиммунные болезни. Да, причин. И первая причина этих проблем несколько. Недостаточно фермента пепсина и концентрации соляной кислоты желудка. Большое количество сокомолекулярных, в первую очередь, белков животного происхождения в пище за один прием. Но не наша эта видовая пища мясо. В этой связи посмотрите мое видео под названием «Мясо надо есть» в кавычках. И второе видео «Клыки». Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд. И сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Еще причины – совмещение несовместимой пищи. Смотрите мое видео «Раздельное питание». Еще причины – переедание, поздняя вечерняя еда, когда активность ферментных систем организма из-за биологических ритмов, естественно, снижаются, а люди в себя пичкают еду. Посмотрите мое видео «Почему не стоит есть после 16.00». И вот по этим причинам работа всех систем организма идет на износ. И происходит раннее истощение далеко не малых резервов организма. В первую очередь той же поджелудочной железы, которая более половины суток должна отдыхать, не перегружаться. Но это только условный ее отдых. В моменты, когда она не вырабатывает гормоны и ферменты, она занята, ну скажем так, регенерацией самой себя. И, если можно так выразиться, настройками систем. Ведь она вырабатывает на каждый прием пищи еще долгое время, помимо фермента пепсина, еще другие ферменты, например, амилазу или пазу, и гормоны, тот же инсулин и его антагонист глюкогон. И все это активизируется попаданием пищи в организм. Не надо переедать и набивать пузо до отказа. Не ешьте вечером. Никаких перекусов. Обязательно посмотрите это мое жизненно важное видео про вред перекусов. Конечно, если жизнь и здоровье вам дороги. Кстати, кто еще не знает, поясню. Белки, нужные нашим клеткам, органам и тканям, производят сами же наши клетки. А именно, в органеллах клеток, которые называются рибосомами, и происходит этот сакральный процесс биосинтеза белка. То есть сборки белка из аминокислот. То есть любые белки, какие бы мы ни съели, они нам сами по себе не нужны вообще. Они должны разобраться в ЖКТ до аминокислот. И в тонком кишечнике, в виде аминокислот, как и любых других мономеров, всасываться в кровь, кровью разноситься во все клетки нашего организма, и благодаря разным нутриентам и программе собираться в нужные нам белки. Какие? Знает только наш организм. Поэтому никогда такую биологическую глупость больше не говорите. И затыкайте рот неучим врачам и диетологам, белки нам не нужны. Нам нужны аминокислоты для построения своих собственных белков. Кстати, у нас есть функция вторичного использования отработанных белков. Эту роль выполняет печень, и об этом у меня тоже было видео. А вот на разбор сложных, высокомолекулярных белков, в первую очередь животного происхождения, из пищи, требуется очень много энергии, ферментов, гормонов и других ресурсов нашего организма. И возникает простой естественный вопрос. Не вредно ли это? И не лучше ли потреблять тогда в пищу те продукты, которые не вызовут этой беды? То есть, не высокомолекулярные белки, а уже низкомолекулярные белки. Конечно, лучше. Что это такое? Это растительная пища, растительные белки. Низкомолекулярные белки просты в разборе. Они требуют меньше расхода ферментов, гормонов и других нутриентов нашего организма. О чем идет речь? Ну, посмотрите мое видео, которое так и называется. А что же тогда есть? Все ссылки на те видео, о которых я сейчас вам говорил и скажу еще, будут под этим видео. Не поленитесь потом посмотреть и законспектировать. Это будет самое правильное решение глобальных вопросов. На это вы не потратите время, а только его приобретете. И вот тогда реакции антигена-антитела иммунные и аутоиммунных болезней не будет. По крайней мере, большинства из них, конечно, надо держать здоровым желудок с его достаточной соляной кислотой. Я скоро поясню, что может этому помочь. Но все же, поджелудочная железа создает больше всего главных для пищеварения ферментов. Кстати, некоторые пищеварительные ферменты создают и сам кишечник, но это уже отдельная тема. Так вот, поджелудочная железа просто перегружена от перееданий и комплексных обедов. Когда едят по этой глупой поговорке, все полезно, что в рот полезло. Полезет-то многое чего. И влезает многое. А вот когда смешивают все подряд, тогда она вынуждена производить все три главных фермента одновременно. Трипсин, который доразбирает белки, липазу, который разбирает жиры, и амилазу, который доразбирает углеводы. Количество, производимое печенью желчи, тоже зависит от концентрации, то есть паз желудочного сока. А только тогда, когда желчи достаточно, жиры разбираются на микрочастицы. Если же недостаточно желчи, то ваш стул всплывает и имеет плохой запах. Это признак недостатка желчи по разным причинам. Тогда усвоение жирорастворимых нутриентов будет в дефиците. Тогда будет их недостаток в организме со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Если желчи мало, то ферменту поджелудочной железе липазе трудно расщеплять жиры, ведь они работают на пару. Да, а амилаза доразбирает углеводы. Сложные, на простые. Помните про ротовую полость и важность долго пережевывать пищи? Боли живота, вздутия бывают именно при дефиците фермента липазы поджелудочной железы. Нарастить мышцы бывает сложно из-за этого состояния, но при дефиците многих жирорастворимых нутриентов. Тогда может падать вес и быть слабость. При перегрузках поджелудочной железы может развиться панкреатит. Конечно, он может быть из-за камней, застрявших в устье выхода общего желчного протока в 12-перстную кишку. И по другим причинам, например, из-за наличия паразитов анкилостом. А причина камнеобразования может быть низкожировая и высокоуглеводистая при этом диета. При малоподвижном образе жизни, малом потреблении воды и дефиците витамина К2. Об этом у меня недавно было важнейшее видео. Диабет, преддиабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность – это еще одна глобальная беда, связанная с перегрузкой поджелудочной железы. Да, когда она работает на износ, и когда уже не может она производить достаточное количество гормона инсулина. Панкреатин и бетаиногидрохлорид надо принимать тем, кто имеет эти вышеописанные проблемы. Но важно устранить сами причины, наладив питание, изменив его в корень, если хотите жить долго и здоровыми людьми. Я оставлю вам ссылки на самые важные видео по этим темам. Вот вам еще одна проблема – отрыжка. От чего она бывает? От недостатка желчи в организме. Помните, 90% пищеварения идет в тонком кишечнике, там не должно быть много бактерий. Даже симбиотических они должны быть в толстом кишечнике. А вот тут в тонком пища в основном расщепляется благодаря ферментам и желчи. Но вот если возникает СИБР, синдром избыточного бактериального роста, так как защитный барьер желудка пропускает инфекции, и условия среды для их развития в тонком кишечнике создаются благоприятные, то патогенные бактерии начинают бесконтрольно размножаться и приносят огромный вред. Помните, желчь в тонком кишечнике несет еще одну функцию – она убивает вредные патогенные бактерии, держит их под контролем. И чтобы не было этой проблемы, нужно, чтобы соляная кислота была в норме в желудке, и желчь в достаточном количестве производилась и выделялась печенью и желчным пузырем. Иначе будет дискомфорт жизни, не переваривание клетчатки – это когда от зелени и капусты вздутие, газы, урчание. А при нормальной работе ЖКТ этого быть просто не может, если, конечно, вы капусту не поели с сахаром. Ну и, конечно, возникает дефицит важных микро-макроэлементов и витаминов. Из-за низкого КПД усвоения пищи, из-за плохого переваривания, из-за того, что бактерии крадут нашу еду. При таких дисбактериозных состояниях ешьте хотя бы чеснок, при том же сибре. И, конечно, гель-сорбент с хитозаном. Посмотрите о нем видео непременно. И принимайте тогда бактерии, симбиотические пропионовые бактерии и вита. Ведь надо усилить работу симбиотической кишечной микрофлоры, подавить патогенные бактерии, улучшить переваривание пищи, помочь организму в этом. И, конечно, устранить сами причины сибра. И об этом было у меня отдельное видео. А как поднять соляную кислоту желудка до нормы? И возможно ли это вообще? Да, возможно. Почему не выделяется должное количество соляной кислоты желудком? Причин здесь несколько. Ну, во-первых, возрастной регресс. Конечно, возраст это условная вещь. Тут главные болезни, вернее их приличный срок и последствия неправильной жизни. Во-вторых, у вас может быть дефицит соляной кислоты из-за приема антоцидов, скажем, из-за ежоги. А она вызвана нехваткой кислоты в желудке. Вот вам замкнутый круг этого безумия. А люди все равно принимают то, что врачи им рекомендуют. Они же плохого не порекомендуют никогда, правда? Если у вас такой замкнутый круг, тогда часто клапан между пищеводом и желудком не закрывается. Туда попадает содержимое желудка. Так возникает герб или кислотный рефлюкс. Но тут дело еще может быть или усугубиться дефицитами таких витаминов, как Д3 и витамина В1. Но все это может быть легко устранено изменением питания, сменой режима питания и применением перед каждым приемом пищи яблочного уксуса, но только натурального ГОСТовского по 1-2 столовых ложки на 1 треть стакана теплой воды за 5-7 минут до каждого приема пищи. А заодно улучшатся дезинфицирующие свойства желудка со всеми положительными последствиями от этого вашего правильного действия. Постепенно желудок сам начнет вырабатывать больше соляной кислоты и баланс наладится. Не забудьте, особенно при дисбактериозных состояниях, несварении и тому подобное, принимать витамин Д3, витамин К2 в липосомальной форме, конечно же цимк и латал с селеном, это такой препарат профессора Исаева, содержащий омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые уже готовы к усвоению легкому и, конечно, важнейший антиоксидант минерал селен. Принимайте спирулину, ну вот это тот самый хотя бы минимум, и, конечно, надо смотреть уже индивидуально, какие у вас есть дефицитные состояния, может быть низкие ферритин и железо, тогда надо принимать железо активное, плюс пихтель препарат, которые поднимут их на должный уровень. Ну и, конечно, если низкое железо, то, возможно, ваша причина главная в том, что у вас есть паразиты, проходите два раза в год антипаразитарную программу. Паразиты есть у всех, вопрос, какие виды, в каких частях организма, знаете, посмотрите мое одно очень интересное видео, аналитический разбор одного блогера, который вел ЗОЖ и удивлялся, почему же у него паразиты на темнопольном микроскопе по капле крови из пальца, не то что из вены, обнаружил определенных паразитов, личин, конечно, микроскопических. А почему? Ничего удивительного, я там все это поясняю, но ссылку на это видео оставлю и на антипаразитарный набор программу я тоже ссылку вам оставлю под этим видео. Смотрите мои лекции, хотя бы те, что я порекомендовал вам в списком под этим видео. Это не потеря времени, еще раз говорю, о его приобретении. Это важные знания, которые вы получите не за 10 лет, а, скажем, за несколько дней, пока изучите и законспектируете эти видео. Многие люди так делают, и они благодарны мне за этот совет, потому что у всех в одно ухо влетает, другое вылетает. Вроде послушали и окунулись в бытовые, так сказать, свои проблемы, но так можно, как говорится, все здоровье и всю жизнь профукать. Жалко, что люди живут только сегодняшним днем, большинство. Не будьте такими, не теряйте свою жизнь понапрасну. Учтите мои советы. Да, и, конечно, ешьте, тем более при проблемах с кишечником, больше ферментированной пищи, той же квашеной капусты. Есть дисбактериозные состояния, вы теперь знаете почему. Убирайте сладкое из рациона питание, тем более, если у вас есть сибр и другие проблемы с кишечником. Однозначно. Итак, все ссылки под этим видео. Несколько секунд последних послушайте вот эту информацию. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего. До новых встреч.